В минувшие выходные по всей стране завершилось голосование в праймерис. Из 645 зарегистрированных в Североказахстанской области кандидатов по различным причинам с выборов снялись 13 человек. Агитационную работу с избирателями участники проводились с 7 сентября до начала октября. Голосование проходило с 1 по 4 октября. На одном из избирательных участков побывали мои коллеги. Проголосовать за своего кандидата с 1 по 4 октября петропавловцы могли на 10 избирательных участках. Один из них был открыт в здании Североказахстанского областного филиала партии «Нуратан». Никаких урн с бюллетенями. Свой выбор избирателей делали онлайн. Я сегодня был на нескольких участках. Посмотрел. Есть какие-то проблемы в плане еины, телефонов. На месте все решается. Ребята помогают, показывают, рассказывают. Пока никаких проблем нет. Муратбеку Жахметов один из избирателей. В партии «Нуратан» Петропавловец состоит уже 15 лет. По его мнению, среди участников праймерис много образованных кандидатов, которые своими взглядами и идеями могут улучшить жизнь североказахстанцев. Думаю, правильно, что должны достойные подвинуться, должны быть избранными. И чтобы главное была польза, чтобы помощь и для государства, и для народа. Чтобы исполнились все вот эти пожелания, послания президента. И партия у нас, как говорится, всегда в лидерах. И ОЛГА Казахстан. В этом году агитационная работа кандидатов стартовала 7 сентября и продлилась до начала октября. Голосование состоялось с 1 по 4 октября. По области у нас работает 200 участков. Из них 98 работают именно по бюллетеням, остальные в онлайн-режиме. То есть, где нету или плохая интернет-связь, там идет по бюллетеням. 7-760 человек будут у нас голосовать по бюллетеням, по традиционным способам. Остальные по сотовым телефонам, по ноутбукам. Или могут прийти на наши участки и отдать свой голос именно по ноутбуку, по планшетам. Участие в голосовании по области приняли 26 тысяч 3 человека. Среди них 3877 жителей Петропавловска. Кирилл Потемкин, Нурсултан Телектесов, Орал Амренов, Служба новостей.